Что касается военно-политических новостей, вот тут есть интересные моменты и первым мы начнем, возвращаемся на то, что я вам говорил, связанное с Полесским и Волынским направлением. А именно Беларусь. В Беларуси произошло очень неординарное событие, скропостижно скончался глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Говорят, что это был единственный связной между Лукашенко и Западом. Что именно вот этот Макей, он считался таким прозападным политиком и он вел якобы переговорный процесс или пытался найти контакты на Западе для организации сепаратных переговоров Лукашенко и Запада по гарантиям безопасности для самого Лукашенко или дальнейшей судьбы Беларуси. Видимо, что ситуация стала складываться для Кремля, для Путина очень неблагоприятно, поэтому он вдруг скропостижно скончался. Его кончину связывается с деятельностью российских спецслужб. Для чего? Для того, чтобы ликвидировать единственный канал связи Лукашенко и Запада. Ну, кстати, даже некоторые аналитики отмечают, что в России даже раздаются голоса, что другого выхода не было, что он сам себя так повел, что... Ну, помните, как Путин сказал, вы нам не оставили выхода, поэтому мы начинаем специальную военную операцию в Украине. Точно так же и здесь. Они поняли, что у Лукашенко есть еще какой-то связующая ниточка с Западом, и это островок надежды решить вопрос без участия Беларуси в войне против Украины. Поэтому они что сделали? Конечно же, они его ликвидировали. Теперь стоит вопрос о ликвидации самого Лукашенко. Об этом сообщают нам аналитики агентства RLI. И для чего? Для того, чтобы помнить, в начале войны, когда задавался вопрос, вступит белорусская армия и войну на стороне российской или нет, я тогда вам рассказывал о том, что ситуация у Лукашенко такова, что если он отдаст приказ наступать, это будет последний приказ в его жизни. Последний. Почему? Потому что дальше он уже никому не нужен, и дальше армия Беларуси автоматически переходит по управлению Генерального штаба Российской Федерации. Так у них отработана эта система передачи управления. И, кстати, сейчас обратите внимание, что та группировка войск, которая формируется в Беларуси, она уже формируется под командованием Генерального штаба Российских Вооруженных Сил. То есть ни о каких белорусских генеральных штабах или о руководстве со стороны Беларуси этой группировкой совместной речь вообще не идет. Так вот, я так понимаю, что аналитики этого агентства РЛА пришли к выводу, что на Лукашенко в ближайшие дни могут совершить покушение и слепить доказательства причастности к этому Украины или Польши под руководством, естественно, разведки, якобы разведки НАТО. И, соответственно, это даст повод для участия белорусских войск в боевых действиях. Таким образом, русская армия хочет втянуть Беларусь в войну, поглотив страну и лишив суверенитета. Вот вам ответ на все вопросы. И, кстати, вчера была информация о том, что 10-15 тысяч военнослужащих белорусских силовых структур, не только армии, готовы воевать против Украины, готовы вступить в бой, если такой приказ будет. Так что у Лукашенко началась, я так бы сказал, наверное, темная полоса его жизни, потому что Путин его загоняет в глухой угол, что либо он вступает в войну, либо и отдает армию, и тогда у него есть какой-то шанс, может быть, сохранить свою жизнь. Речь уже не идет о его политической карьере. Либо его ликвидируют. В Беларуси, я помню, что у них там авария автомобильная, да, там автобус протаранил бронированный автомобиль первого секретаря белорусского обкома, точнее, не обкома, а этого самого белорусской компартии. И он погиб в автомобильной катастрофе. То есть у них это нормально, отработано еще со времен Советского Союза. Так что вот у Лукашенко такая вот, и там такая ситуация. Но это не значит, что если завтра убьют Лукашенко, то послезавтра белорусская армия вступит в войну. Нет, но если Лукашенко отстранят от власти или ликвидируют, то есть убьют, это будет говорить о том, что через какое-то время, возможно, непродолжительное, потому что белорусская армия, она в принципе готова, но ее боевой потенциал снижен до войсковых запасов. То есть у них нет резервов для того, чтобы воевать. Вот тут особенность какая. Поэтому угроза может возрасти в связи с этим, но при этом боеспособность белорусской армии на сегодняшний день вызывает довольно много вопросов. Насколько их хватит для ведения активных боевых действий. Потому что, видите, эта война показывает, что складские запасы должны быть безразмерными. А Беларусь, как мы знаем, отдает технику вооружения и боеприпасы российской армии. Причем активно отдает. Так что следим за Лукашенко. Смотрим, как он будет себя вести дальше и будет ли на него попытка покушения. Следующая новость опять пришла из Люксембурга. Вот смотрите, маленькое Великое Княжество, ну оно называется Великое Княжество, у которого 450 человек, не тысяч. Вы не ослышались? 450 человек вооруженных силы, действующие на сегодняшний день. Тем не менее, в прошлый раз они нам дали хамвей, боеприпасы и другие. Довольно большой объем пакет помощи военно-технической они нам предоставили. И теперь опять Люксембург передал Украине 6 беспилотников Примоко-1 150. Вот такая модель. Эта модель беспилотника компании Примоко имеет максимальную взлетную массу 150 кг, время полета до 15 часов, дальность от наземной станции до 200 км, то есть он может улетать на такое расстояние. А общий диапазон беспилотника достигает 2000 км, то есть он может баражировать на такие расстояния. Кресельская скорость заявлена до 150 км в час. Насколько я понимаю, это разведывательный беспилотник, который может вести разведку на глубину до 200 км под управлением операторов. Ну, у нас, вы знаете, да, опять же, эта война диктует особенности. И главная особенность любого беспилотника или любого аппарата, который пересекает линию фронта, это устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Если он адаптирован и устойчив, то тогда для нас ура, спасибо огромное. Вот, мы будем его применять. Вот так вот маленькое, маленькое по территории, но великое княжество Люксембург оказывает нам военно-техническую помощь. За что мы и великому князю и благодарны, или княгине. В Киеве вчера прошел саммит, международный саммит по вопросам продовольственного дефицита в мире. Ну, очень знаковое событие, что не побоялись приехать европейские лидеры в Киев. И саммит прошел в спокойной обстановке. Даже надо отметить, что в Киеве не было воздушных тревог. Хотя, мы знаем, что такая угроза существует в любой момент. Очень интересно было на этом саммите, на мой взгляд, послушать речь президента Венгрии. Она довольно нормальный, прогрессивный человек, политик. И занимает абсолютно здравую позицию, в отличие от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Который высказывает жестко пророссийскую позицию и, естественно, ведет соответствующую политику. Так что, вот такой вот саммит прошел по вопросам поставок продовольствия из Украины. Еще планируется поставить, по-моему, 16 с чем-то миллионов тонн продовольствия в различные страны. Это в основном агропродукция. Единственное, что у меня возникает логический вопрос. Вот смотрите, мы спасаем весь мир от голода. Ну, не весь мир, я так громко скажу, но очень многие страны. Страны Африки, Европы, Азии. Там география покупок нашей агропродукции просто практически покрывает большую часть глобуса. Или земного шара, я бы так сказал. А мы стоим с протянутой рукой в ожидании, что нам дадут очередную партию оружия. То есть, зерно есть все хотят, а помочь нам в комплектовании наших вооруженных сил как-то не очень спешат. Вот в этом у меня возникает парадокс и диссонанс в плане понимания роли и места Украины на международной политической арене. Было бы очень интересно послушать, почему такая ситуация, такой перекос. Как кормить, так пожалуйста, Украина кормит всех желающих. А вот как дать Украине оружие для того, чтобы как можно быстрее и с наименьшими потерями закончить войну. Тут начинается заседание в форматах Рамштайн и так далее. И обсуждение планов, поставок, когда, кому, что. Потом появляется вброс информации, говорят, что Соединенные Штаты уговорили Польшу не давать на МИГе 29-е. А Соединенные Штаты попросил Китай под гарантией того, что они уговорят Москву не применять ядерное оружие в этом вооруженном конфликте. Ну в любом случае мы без самолетов. Вот такая вот ситуация. Ну и еще несколько новостей. По результатам мониторинга открытых источников информации, по состоянию на 25 ноября 2022 года, официально на просторах Украины погибло полторы тысячи российских офицеров. Полторы тысячи. Я вам скажу, что это сумасшедшая цифра. Фактически мы, ну можно сказать, костяк офицерского корпуса вооруженных сил. Ну во всяком случае сухопутных войск, кто точно, сил специальных операций и воздушно-десантных войск Российской Федерации мы выбили. Потому что полторы тысячи офицеров, из них, внимание, из них генералов 10 погибло, полковников 45, подполковников 107, майоров 204, капитанов 294, Старших лейтенантов 496, лейтенантов 258. Звание не идентифицировано, но как бы по признакам мы видим, что это офицер, 86. Вот такая вот печальная статистика тех гибели офицерского состава вооруженных сил Российской Федерации в ходе этого массированного вооруженного вторжения России в Украину. Ну что ж, они пусть продолжают. Так, если даже эти цифры не впечатляют ни россиян, ни их руководство, и Генштаб Российской Федерации планирует к весне потери, среди мобилизованных, потери до 100 тысяч человек. Так что для них эта цифра ничего не значит. Хотя полторы тысячи семей остались без своих родных и близких. Министр юстиции впервые в истории существования Ж-7, Большой Семерки, министры юстиции этих стран проведут встречу, основной темой которой будет расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение виновных представителей Российской Федерации и их пособников к ответственности. Кстати, эта встреча даст, на мой взгляд, толчок и основания для того, чтобы начали страны, начали и организации международные, начали вырабатывать механизм взыскания репараций с Российской Федерацией за нанесенный ущерб Украине. Так что если кто-то сомневался, что процесс движется, не сомневайтесь. Процесс, я так понимаю, движется. И видите, даже министр юстиции Ж-7 принимает решение. Я говорил вам, что польские, французские, прибалтийских стран правоохранительные органы принимают участие, оказывают нам помощь в документировании вот тех всех пыточных, братских, неизвестных захоронений с людьми, которые имеют следы насильственной смерти и так далее. Все документируется. Все. Так что Российская Федерация не уйдет от ответственности. Га-га будет. Все равно Нюрнбергский процесс будет повторен. Только теперь этот процесс будет над российскими фашистами, а не над немецкими. Еще раз хочу вернуться к разговорам о передаче комплекса Патриот. Германия предложила Польше поставить имеющийся у них на вооружении комплекс Патриот для усиления или закрытия неба Польши. На что Польша предложила передать этот комплекс. Я так понимаю, комплекс это один дивизион. Ну, как правило, в Патриоте. Один дивизион, если это противоракетный комплекс, то это 9 батарей, 36 пусковых установок. Довольно хорошая, очень мощная система. И они могут создать, значительно усилить противоракетную оборону или Польши, или Украины. Но, давайте, наверное, закроем этот вопрос раз и навсегда. Почему? Потому что ни Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, который сказал, что НАТО не возражает. Ни Германия, ни Польша не могут принять решение о передаче этого комплекса Украине. Единственная страна, которая может сказать, да, комплекс можно передавать, это Соединенные Штаты Америки. И США пока что в этом дискурсе не участвует вообще, совсем. Никак. Вот так вот выразиться. Поэтому не спекулируйте никто на сегодняшний день. В перспективе, да, мы можем получить, но это в перспективе, скорее всего, после окончания войны. Может быть весной где-нибудь, может быть, если мы опять вернемся к вопросу о закрытии нашего неба. Хотя мы от этого вопроса никуда и не отходили. Ну, вот, кстати, интересный момент. На по стоимости 16 миллионов тонн зерновых, которые мы вывозим для обеспечения продовольствием страны мира, интересно по стоимости, сколько комплексов Патриот мы могли бы купить, чтобы поставить и закрыть свое небо. Где эти деньги? Очень интересный вопрос, да? И почему мы не меняем продовольствие на оружие? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ